Добрый вечер, это Экстракт. Сегодня уже можно оценить абсолютно все последствия, результаты и резонансы путинского явления о мире в МИДе. Путин, то что называется, в очередной раз сходил под себя. И сходил, прямо скажем, жидко. Да, да, запах разошелся очень широко. Его обсуждают континенты, президенты, но обсуждают, зажав носы. Даже Китай, Китай, который привык гладить кремлевского упыря по головке, и тот промолчал, отделавшись понятными движениями пальцев у виска. Мирный план Путина, как ожидалось в Кремле, должен был обрушить швейцарский саммит, вызвать массовые отписки стран-участниц и превратить все мероприятие в бессмыслицу. Миротворческая инициатива диктатора задумывалась как триумф Российской Федерации и как нокаут НАТО, Зеленского, Макрона и etc. По крайней мере, сам Путин был совершенно уверен в успехе своей выходки. Посмотрите у меня в телеграм-канале, я цитирую, ближние круги кремлевские в окружении Владимира Путина рассчитывали, что после того, как президент предложит план по урегулированию украинского кризиса, так называемую мирную конференцию в Швейцарии отменят. Эта цель, пишут кремлевцы, к сожалению, не достигнута. Другой собеседник в окружении президента отметил изменения в настроениях Запада. Он сообщает, раньше нас побаивались, а теперь, думаю, это Шойгу виноват в том, что наша армия показала себя не лучшим образом. При этом все источники утверждают, мирные инициативы были сформулированы лично президентом и даже удивили некоторых в его окружении. Ну, в общем, короче, случилось страшное. Как выяснилось, Путина вообще перестали принимать всерьез. Его глупая наглость в МИДе ни на кого не произвела впечатления. Однако, ну, нельзя сказать, что она была совсем безрезонансной. Она оказала серьезное влияние на события. Да. Благодаря ей швейцарский саммит из сложного переговорного процесса превратился в ветеринарный консилиум. И на нем, вероятно, кулуарно будет обсуждаться вопрос, как усыпить бешеного кремлевского орангутана так, чтобы он не искусал ветеринаров и не побил бы капельницы в клинике. В общем, Путин опять опростоволосился, он опять сел в лужу. Его намерение сорвать швейцарский саммит имело абсолютно нулевой результат. 101 государство приняло участие. И даже те, кто формально... Это гроза тут у меня. И даже те, кто формально считался, ну, скажем так, пророссийским, все равно, все равно в такой вот заячьей позе прискакал на швейцарский форум. Ну, конечно, если прослушать всех, кто там говорит, прослушать всю трезвость и силу аргументов, понятно, что ни Путин, ни любой из его рабов на этом саммите был бы абсолютно неуместен. Ну, и вообще я никогда не слышал, чтобы ветеринары советовались бы с пациентом о курсе ли лечения или о том, чем его усыплять. Ну, не слышал я такого. Похоже, вообще потихоньку вызревает, ну, очень-очень медленно, вызревает понимание того, что происходящее – это схватка все-таки не с Путиным, а схватка с Россией, со всеми ее корневыми захватническими укладами, с ее репрессивными привычками и повадками. Ну, большинство страшновато признаваться в этом самим себе, но в основном это касается либеральной эмиграции. Но и западные лидеры тоже не до конца это понимали, но это придется осознавать. У меня в телеграм-канале нашел я каким-то чудом и выложил потрясающую картинку 1903 года, которая называется «Россия на суде мирового презрения». На этом суде председательствует дух цивилизации и стоит вот такой, как в 1903 году рисовали, стоит какой-то вот окопный орк милоновского типа, и в него плюют и показывают пальцем. И это действительно 1903 год, это доказательство того, что на самом деле ничего нового не происходит. И фиаско Путина и его клоунской мирной инициативы, вообще эта фиаско имеет очень простое объяснение. Конечно, он неудачно выбрал день. Понятно, что он это хотел сделать до форума в своей, как всегда, наивной и, как всегда, бездарной попытке сорвать серьезное событие. Но мы знаем, что у него и это не получилось. Этот форум за три дня не состоялся. Но ему не стоило еще вылезать, потому что, во-первых, все эти политики, публика крайне впечатлительная. Харьковское наступление, харьковская операция провалилась и рассеялась. В котле Волчанска сейчас заживо варятся путинские орки, горят путинские русские аэродромы и заводы. Колебания фронта, которые есть, но они позорны для огромной военной машины Российской Федерации, при том, что Россия уже, вот, то, что называется, всю себя вложила в эту войну. Но все движения путинской армии – это то, что называется, прошу прощения, набор фрикций туда и сюда в пределах километра. Причем все фрикции неритмичные, все фрикции путинской армии неритмичные и мелкие, как у озабоченного, но дряхлого таракана. Россию перестали бояться. Все, что было, все, что было, осталось в прошлом. Совершенно без оценок этого было. Обманка огромности, обманка грандиозности страны, эта обманка в 2024 году растаяла окончательно. Еще три года назад этот мираж, эту иллюзию удавалось сохранять. Россия казалась великаном, а в реальности оказалась карликом. Карликом экономическим, карликом военным, карликом политическим, карликом культурным и карликом научным. Потенциалы ее армии уже, ну, то, что называется, известны, а не трагикомичные. Технологий у России нет до такой степени, что она даже до Луны долететь не может, а туда индусы, по-моему, уже просто за пивом мотаются. Ее культура на данный момент – это смешная, безголосая хабалка Бузова, алкоголик Лепс, ну и пара писателей-середнячков вот такого калибра, типа Цыпкина. Ее культура действительно неконкурентоспособна, ее машины потешны, ее кинематограф позорен. Конечно, все равно этот карлик, он еще опасен. Дело в том, что в 50-е годы 20 века он украл, СССР украл у стран с мощной наукой рецепт страшного яда. И теперь он этим ядом шантажирует мир. Но ничего, кроме ядерной отравы, созданной в Манхэттенском проекте и украденной СССР, у Российской Федерации нет. Ну представьте себе, на одну секунду, что было бы, если бы не томились в путинских закромах ракеты с ядерными боеголовками? Насколько мгновенно был бы решен вопрос, потому что, ну действительно, ничего нет. И в данном случае это абсолютно не русофобия. Я на русофобию имею право, поскольку Россия меня предала, искусала, обворовала. Но поверьте, в профессии я отключаю все эти эмоции. Мне необходима абсолютно объективная и чистая картина. И вот попробуйте что-нибудь возразить на данный момент. По поводу чего можно возражать? По поводу Бузовой, по поводу Лепса, по поводу армии, по поводу науки, по поводу Луны. Что-нибудь. Я имею в виду день сегодняшний. Не надо апеллировать к далекому и уже истлевшему прошлому. Но вообще вот эта картинка Россия на суде цивилизации, я подозреваю, ни у кого кроме меня вообще никогда даже и не было, она доказывает, что да, действительно, особо ничего не изменилось. Как, кстати говоря, и Путин тоже не является некой новацией с его злобой, садизмом, глупостью и хамством. И вообще в хамстве и глупости царей нет ничего нового. Можно даже не вспоминать там дипломированного хама Николая Палкина или Николая Кровавого, Николая Первого или Николая Второго. Но даже относительно, относительно нейтральный, по воспоминаниям современников, сообразительный, как утюг Александр Третий, несмотря на то, что имел репутацию отвратительного жлоба и людоеда, он имел и другую сторону своей личности. Оказывается, он жил галлюцинациями о гаремах, о гаремах. Он очень много сделал для торжества дикости и пещерности в России. Он нагонял эту казенную русскость. По отзывам иностранцев, которые с ним по государственным линиям иссякались, он ужасно вонял, и не только дегтем от сапог, которым он вонял специально, но и не специально тоже вонял. Ему удалось усугубить тогда кошмар со всеми цензурами, репрессиями. И, конечно, пейзаж, который его окружал, был жутким. Это были тоскливые тетки, лорнетки, революционеры висящие, мундиры, вонь с мазных сапог, жандармы, эти грязные бородищи. Но он действительно тогда возродил и опять вернул в жизнь этот наборчик путинского типа. Вера отцов, бессмертные полки, народ-победитель, православие-самодержавие. А оказывается, нежнейшей души человек, он не хотел глядеть за окна в питерскую серую сырость. У него была такая тайная сторона. Он действительно, что он действительно любил, так это картины. Причем не просто картины, а картины Жана Леона Жерома, который, французский живописец, который обожал изображать голых, пухлых теток. И вот Александр постоянно заказывал, заказывал, заказывал Жерому новые картины, развешивал их и ходил, ходил между этими сисястыми, попастыми тетками. И получив очередной новый шедевр Жерома из Франции, царь, как правило, надолго забирался с ним в кабинете. И когда выходил, борода у него была в слюнях, мундир в беспорядке. И все время он путал местами пуговицы на ширинке. И в районе срамного сектора штаны превращались в такое бесформенное месиво. У него проблемы с застегиванием были с детства, потому что пальцы были огромные и толстущие. Но вот после этих запирательств с шедеврами, во-первых, приходилось вызывать реставраторов, чтобы отмывать густо забрызганные шедевры. Ну, все знали, что царь мастурбат. И все знали, как именно он проводит время свободной от казни студентов и запретов газет. Но, все знали, но как только один из парижских журналистов посмел описать это явление, причем не для того, чтобы опозорить русского царя, а для того, чтобы похвалить Жерома. Он упомянул, что русский царь с картинами Жерома запирается, мастурбирует немедленно. Бешеный международный скандал, дипломатические ноты. И Александр пребывал выдачи французского журналиста для публичного его повешения в России. То есть, как мы видим, все повторяется из века в век. Но вообще все всколыхнулось. В очередной раз появилась возможность вспомнить, кто такой Путин, и оценить съезд его крыши. Но помимо швейцарского совершенно грандиозное событие, которое немножко теряется на фоне швейцарского, состоялся в Одессе грандиозный форум, собравший тоже весьма и весьма представительные силы. И организовал, насколько я понимаю, это абсолютно неугомонный, воевой и блестящий нардеп господин Гончаренко. И там были представлены самые удивительные, самые новые люди, которые до этого либо молчали, либо не были слышимы. Там был, в частности, бывший премьер-министр Австралии Тони Эббот. Хотя он как бы и бывший, но тем не менее это человек с огромным влиянием в Австралии. И его мнение, он действительно помимо того, что он был премьером, он был безусловным лидером мнения. И он сообщил публике, что Путин самый, цитирую дословно, Эббот, это не мои слова, это его. Путин самый отвратительный лидер в истории, и он должен умереть. Там же вице-спикер Сената Польши Мих Каминский произнес блистательную речь про то, какие идиоты в Европе. Про то, что мир, Европа до сих пор не могут понять, кто такая Россия. И о том, что постоянно повторяются и повторяются те же самые ошибки. И про то, что никаких других планов, никаких других потенциалов, кроме потенциалов пожирания соседей, у России нет, и ее больше ничего на самом деле не интересует. Но вы помните, с чего все началось. Чем именно расшебутил мир Путин, который надеялся его поставить на коленях, причесать и умыть. На самом деле все началось с его мирного танца. Выглядело это очень смешно, напомню. К сожалению, он сидел за столом, поэтому не было видно нижней части путинского туловища. Но я подозреваю, что все-таки там был построен специальный помост, который позволил Путину находиться на кортах или на картонах. Потому что, скажем так, из другой позы таким образом беседовать невозможно. Симычки он, правда, плевал только виртуальные, но в зале дергались и жмурились. Он пыжился, демонстрируя упертость, пацанское, подворотницкое величие. И, конечно, было видно, что как политик он абсолютно профнепригоден. И зачем он опять выставился на посмешище? Ну, тогда это было еще не вполне понятно, хотя уже все прозревали, что это его личный вклад в битву со швейцарским саммитом. Хотя бы для того, чтобы на этом саммите обсуждали бы Билиберду, который нес Путин, а не занимались бы серьезными вопросами. Но на то, что он говорил, никто не обратил внимания. Лучше бы он вообще молчал. И он доказал, что он не имеет никакой связи с теми самыми реалиями, о которых так любят поговорить. А реальность номер один, она заключается в том, что вторгшаяся в Украину орда, орда России, многократно и убедительно доказала свое бессилие решать любые стратегические вопросы. Да, отжать деревеньку, превращенную в руины, они могут, но не более того. И что вообще все способы воздействия на настоящую реальность у Российской Федерации исчерпаны. Мир однозначен в своей решимости помогать Украине, а дальнейшее продолжение войны, которая подразумевает силовую уже мобилизацию, возможно, и смертоносно для России. Категорически, то есть прозвучал Путин так. Это были категорические требования вора оставить ему наворованное и больше никогда не звонить в полицию. И попытки говорить с его места голосом хозяина ситуации – это уморительный подворотницкий блеф. Все это уже абсолютно не прокатывает. То есть он опять предстал в роли маньяка, кровопийца, которого весь мир оттаскивает за ноги от жертвы. Именно он продолжает упрямо сосать кровь, огрызаясь и угрожая всем, что если кровь сосать не дадут, то он устроит ядерный конец света. Так, что-нибудь повеселее. Давайте посмотрим. Ну вот у Российской Федерации новая горюшка. Горюшка, горюшка. Суворов Александр Васильевич. Александр Васильевич Суворов. Тот самый, 1730-го, если не ошибаюсь, года рождения, фельдмаршал, генералиссимус, святой скопческой церкви Александр Васильевич Суворов на войне с Украиной потерял часть черепа и левую ногу. Это произошло не в штуковой. Не во время штурма ВСУшного окопа. Потому что, конечно, дела плохи. У Российской Федерации есть проблемы с личным орыщим составом. Но пока все-таки, все-таки не до такой степени, чтобы выкапывать солдафонов 18-го века и гнать их скелеты на штурмы. Нет, пока все не настолько трагично. Возможно, возможно, до этого дойдет. Ну, кстати говоря, есть же официальное предложение Госдумы включать в избирательные бюллетени покойников Первой и Второй мировой как опробированных патриотов. И учитывать их голоса, несомненно, за Путина. Так что, ну, где бюллетени, там и повесточки. Вполне возможно, что повесточки тоже устремятся в могилы. Будут ли их просто засовывать под могильную плиту? Или закапывать на определенную глубину? Или в Министерстве обороны? Откроют главное спиритическое управление. И там будут, вызывая духи военно обязанных прошлых веков, им будут вручать повестки. Со строгими оговорками, что откосившие будут лишены венков и саванок. Ну, ладно, это все в недалеком будущем. Но вот с Суворовым-то история абсолютно реалистичная сегодняшняя. Я чуть позже выложу ее у себя в канале, даже с пруфами. Непоследственно члена потери Суворова связаны с тем, что Шойгу, ну, это не секрет, он выкопал скелет Суворова в Александр-Невской лавре и таскал его долго по всей линии фронта, принуждая бухих генералов слушать молебны и целовать Александра Васильевича в лобик его сгнившего черепа. Но члены потери произошли не во время штурма. Был молебен, были установлены мощи Суворова, жирненькие генералы с трудом преклонили колено вокруг емкости с суворовскими мощами. И тут, ну, дрон. В этот момент генералы бормотали, ну, кто что помнит, кто бормотал Майдадыра, кто устав, кто вспоминал имена волонтелок за месяц. Главное было, чтобы губы шевелились и рожа серьезная. Прилетел дрон, случилась бомбежка. И во время этой бомбежки костяк знаменитого скопца-ядовителя народных восстаний Александра Васильевича Суворова здорово, что называется, разнесло. Но когда дрон показался, генералы-то вскочили и бросились на утек. А Суворов принял дрон на себя. И, что называется, пошел в рассыпную. Кстати, это была любимая тактика генералиссимуса. Потом, потом собрали, но нет части черепа, ноги он получил. Суворов-то проникающее осколочное в область головы и лишился части черепа. Утратил правую ногу и местами обуглился. Возвращать в Александр-Невскую лавру такой некомплект суворовских останков. Постеснялись, начали дальше таскать по фронту. Ну и сейчас министр Белоусов настаивает на том, что каркас Суворова нужнее на фронте, чем в могиле. И, в общем, наверное, и дальше его будут таскать по генеральским пьянкам. Вместо того, чтобы присунуть обратно в место упокоения. Белоусов тоже хочет, чтобы скелет дальше оставался при исполнении. И служил бы гвоздем программы на коллективных молитвах. Слушайте, я понимаю, что вам это дико слышать. Но трудно, очень трудно при всем желании провести четкую демаркационную линию в российской реальности между деяниями министров обороны и, например, починкой кровли психиатрической больницы на Алтае в Бородике. Там, ну, вы знаете, эту историю сорвало, начисто сорвало крышу с психиатрической больницы. Чему пациенты были ужасно рады. И сообщили, что они будут крышу восстанавливать сами. Там один пациент считает себя альпинистом, второй уверен, что он монтажный молоток. Долго выясняли, есть ли среди больных кровельные гвоздики, и нашлось целых три штуки. И, в общем, начались работы. Ну, впрочем, у них есть отличный... Что у министров, что у психов на Алтае есть отличный ориентир. Путин, Путин на вопрос какого-то орка ответил, жить надо ради того, ради чего можно умереть. Это был ответ на вопрос о смысле жизни. Тут Путин процитировал того самого гитлериста-философа Ильина. Но вообще всегда главная проблема всех дураков – это западание на красивые, но абсолютно бессмысленные фразы. Жить надо ради того, ради чего можно умереть. Вот дурак заучит фразу и носится с ней, как сумасшедший с резиночкой, абсолютно не понимая, что она вообще значит. Путинская вот эта формула жизни не говорит ни о чем, кроме как о его глупости. Потому что, ну, например, там Фридс Кристен, Зепп, Ричард, другие каратели Третьего Рейха отдали свою жизнь за Гитлера. Да. Для них он был тем, за что можно умереть. Означает ли это то, что жизнь ради Гитлера имеет какое-нибудь оправдание? Там сектанты храма народов, это известная секта, совершили массовое убийство 914 человек. Ради бредовых идей Джима Уоррона Джонса, своего руководителя. Все они героически померли, предварительно отравив своих детей, 115 голов детей. По логике Путина, смерть за правила секты означает, что жизнь и бредни сектантов тоже имели какой-то смысл. Потом еще была, ну, извините, знаменитый пример Шизанота Хан Хэнгэн, северокорейская школьница из округа. Из округа не помню. Она утонула, спасая от намокания портреты Ким Чен, Ким Ирсена и Ким Чен Ина. Это были те ценности, ради которых стоило умереть и, соответственно, жить. То есть понятно, что у Путина с головой плохо. А округ, округ, который я забыл, по-моему, это все-таки Синьхун. Проверьте, в интернете это все есть. То есть понятно, что у Путина причинно-следственные связи абсолютно не работают. И трудно вообще ждать адекватности от товарища, который назначает министром обороны персонажа, который спит в обнимку с некомплектным скелетом. А вот, кстати говоря, если мы заговорили про Северную Корею, то, скорее всего, в Северной Корее скоро воскорбят северокорейские девы, которые ожидают свою очередь на дефлорацию. В специальном поезде Ким Чен Ына. Девушки, прошедшие поезд, что называется, они, вот, пенетрированные непосредственно Ким Чен Ыном, они пользуются в Северной Корее особым спросом, особым почетом. Они очень удачно выходят замуж и считаются авторитетными особами, ну, разумеется. Но вот, судя по всему, им будет плохо. Но не только им, потому что Дордонь, Дордонь, французская провинция, она тоже восплачет, потому что никогда больше не родится на свет такой верный и такой прожорливый потребитель фуа-гра, как корейский диктатор. Он за месяц съедает гарантированно... Дело в том, что Эйн, конечно, заигрался. Связавшись с кремлевским упырем и спасая сейчас Россию снарядами, он играет в дико опасную для себя игру. Без северокорейских боеприпасов русский фронт мгновенно рухнет. Это не надо доказывать. Ибо обеспечить себя сама снарядами Россия не может и не сможет в обозримом будущем. Корейские поставки – это условия войны. И вот увлеченный русскими долларами, подарочками, толстяк Эйн, он абсолютно не учитывает риски. В отличие от Путина, он довольно легкая мишень. Если заколбашивание кремлевского упыря – это задачка для всех спецслужб мира не из простых, то Эйн гораздо уязвимее во всех смыслах этого слова. И его гибель гарантированно прервет снарядный поток, ибо все соискатели этого северокорейского престола отлично понимают намеки, и они потрезвее Пухлого оценивают возможности цивилизованного мира. Они хотят, извиняюсь, царевать, а не получать в макушку какой-нибудь сверхточный крылатый приветик из США. А почему я об этом говорю? Потому что Россия в очередной раз получила 10 тысяч контейнеров с артснарядами, 5 миллионов штук, из Северной Кореи. Это сообщил министр обороны Южной Кореи. У них там очень хорошая, класснейшим образом поставленная разведка. Так, ну вот есть фронтовое. Я понимаю, что вам это всем интереснее всего. Особых подробностей нет, но достоверно известно, что все-таки в Болчанске котел, в который попали русские, и попали капитальные. Данные о потерях разноречивы. Есть обрывки радиоперехватов. Там 200-е, 300-е вперемешку. Цифр нет, медицины нет. Сам ли собой образовался этот котел, или русских туда заманили, неизвестно. В СУшнике, когда им задаешь вопросы, начинают загадочно улыбаться. Но эти улыбки ничего не означают. Но все попытки русских прокинуть туда своим хотя бы боеприпасы и воду, ну, два дня уже проваливаются. Массовый забой орков, а там действительно около 400 особей, он маловероятен, так как готовность орков сдаваться необычайно высока. Они в большом умении, причем они боятся не ВСУ. Они боятся, что для того, чтобы не допустить их массовой сдачи в плен, сама же Россиюшка может сравнять с бетоном кабами, для того, чтобы не было бы вот этой страшной телевизионной картинки, которая, безусловно, будет щеголять Украину. Ну, а вот в другом месте у ВСУ не так все хорошо, как в Волчанске. В частности, в районе Константиновки и в Покровске. Там орки продвинулись опять метров на 200 и пытаются закрепиться, чтобы отхватить кусочек очень важной трассы. Но понятное дело, что абсолютно неблагодарное занятие сообщать о подвижках фронта. Все равно через час или через сутки картина может измениться, но вы должны понимать, что все равно это движение не более чем на километр туда, а километр сюда. То бишь, как я абсолютно справедливо сказал в начале сегодняшнего экстракта, все это, скажем так, такие фрикции, не более того. Ну вот из хорошего, из хорошего, потому что меня все упрекают, что мало хорошего. Ну вот живем в кровавое, жуткое, но в удивительное время. И война, она и усложняет все, но и одновременно все упрощает. Вот сегодня, например, было бы очень легко провести перепись населения Санкт-Петербурга, в частности. И согласно этой переписи, сколько в Петербурге живет людей? В июне 2024 года в Питере проживает один человек. Это Елена Осипова, 78 лет. Она опять не побоялась на антивоенную личную одиночную демонстрацию. Ее и хватали, и засовывали в автозаки. Над ней и изгалялась черносотенная мразь на Невском, скрипоносная. Но она единственная во всем шестимиллионном городе, не боится сказать Путину, что он примитивный подонок, который навлек на город позор, на страну смерть. Все прочие, все прочие обитатели СПБ, согласно переписи, не прошли бы в категорию люди. Я не говорю о тех великолепных питерских людях, что в застенках, в тюрьмах их невозможно включить в перепись, потому что они, как правило, либо уже этапированы в дальние зоны и колонии, либо готовятся к этапу. Так, ну вот все подробности того, что происходит в Швейцарии, а это крайне интересно и крайне важно, потому что даже не важно, что именно говорят. Даже не важно, сколько именно добавляют скепсиса в то, что Россия будет разгромлена и принуждена человечеством к такому миру, который гораздо больше сходствует с образом мира Зеленского, чем, разумеется, с патологическим, шизофреническим образом мира Путина. Потому что ведь образ мира Путина, это как это? Он насильник, над ним суд, но он считает, что суд можно закончить, предоставив насильнику, оставив орган насилия в теле жертвы. Вот такова логика, патологическая логика Путина. И вот все то, что происходит в Швейцарии, имеет смысл узнавать, имеет смысл мотать на ус, потому что вне зависимости, как я уже сказал, от скепсиса, вне зависимости от того, насколько вариант Украины поддержан, все равно прибытие в Швейцарию, на саммит, на тот саммит, где, возможно, решается судьба войны и отношение мира к этой войне, на тот саммит, куда не пригласили Путина, любой визит туда, это плевок ему в рожу. Кстати говоря, туда же, туда же прискакала, например, как я уже, а, я уже сказал, что туда прискакала даже Сербия. Вот со мной вот Колумбия не поехала, потому что у Колумбии, ну, у нее вечно свои серьезные дела. Где? Да, уже все, уже в канале уже все. Самое важное? Да, самое важное, в канале все уже размещено, я бы сказал, там просто великий, великий такой обзор. И все понимают, все понимают, до какой степени, ну, вот, во-первых, дерьмовым вариантом премьер Нидерландов назвал вариант Путина. И великолепные, великолепные слова президента Литвы, которыми он завершил фотосъемки вот этой самой представительной, вероятно, коллегии мировых лидеров, он завершил эту съемку восклицанием «Слава Украине!». Ну, мы, как всегда, присоединяемся к этим словам, но мы еще и верим в то, что «Живе Беларусь» и в то, что она будет свободна. От Лукашенко или от любых других путинских прихвостней, что падут в Беларуси, у Беларуси есть шансы выкрутиться, есть шансы возродиться. Кстати, в отличие от России, где, ну, диктатура – это устойчивая традиция и основная реальность. Так, ну вот на сегодня я подозреваю все, мы с вами и так чего-то как бы очень сильно… Да, ну, много всего сегодня было, и все это имело смысл вам рассказать. Я вас обнимаю. Возможно, до завтра. Если завтра не будет какого-то вот «Ниагары» из новостей, то «Ниагары» поправляет меня кто-то, то тогда завтра чтение уже предфинальных глав книги «Происхождение гениальности и фашизма». Да, книга… Ой, это я себе тут зачем-то сейчас… Нет, намотал провод этот микрофон, ну, бывает. Книга… Я даже не помню, какая уже будет глава, но какая-то будет безусловно совершенно. И судя по тем бешеным реакциям, которые она вызывает, конечно, она свою функцию крайне опасной книги, способной изувечить мировоззрение, когда оно есть. Но, конечно, для ее понимания нужен интеллект. Иначе даже то, что называется, даже и не лезьте, и не включайте. Но, правда, я догадываюсь, что среди зрителей экстракта таких нету. Тех, кто очень беспокоился за судьбу картофелина. Помните, у меня здесь жила картофелина, которая дала побеги. Но поскольку у меня здесь от окон, ну, наверное, метров 30, картофелина стала хереть. Ее унесли, пересадили в горшочек, каким-то образом ее подрезали, и вот ее, голубушку, принесли. Она жива. Она жива. Она жива, она зеленеет там вот вдалеке, на окнах, где есть свет. Это картофелина. Никто бы не догадался. Да. Все, я всех, значит, обнимаю. Картофелина сейчас пойдет обратно к свету. Все. До свидания. До завтра в любом случае. Потому что либо экстракт, либо книга. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok